Торжественная церемония открытия трассы М-11 состоится в среду, 27 ноября. Об этом сообщает группа компании «Автодор». Как известно, из почти 670 километров 278 проходит по Тверской области. Все эксперты убеждены, магистраль уже приносит Верхневолжье большую пользу. Роман Быков продолжит. М-11 – первая в постсоветской истории автотрасса, построенная в России с нуля. «Автодор» – это самый масштабный федеральный дорожный проект за последние десятилетия. Прокладка 669 километров обошлась государству и инвесторам в 550 миллиардов рублей. Однако оно того стоит, и эти деньги, несомненно, окупятся, убеждены эксперты. Это вложение в основной капитал, потому что это инфраструктурные проекты. Потому что один рубль вложенный в инфраструктурные проекты обязательно принесет 5, а то иногда и 8 рублей. Поэтому это чрезвычайно выгодно. Как известно, проезд по новой магистрали платный. Стоимость составит в среднем от 1300 до 2000 рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера. Очевидно, что в значительной степени шоссе рассчитано на предпринимателей. Ведь оно значительно улучшает логистику по территории всех шести субъектов, через которые она проходит. Это обе столицы, а также Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области. Строительство М-11 дало нам возможность не только увеличить грузопоток и пассажиропоток, но и фактически вдохнуло или сейчас способствует развитию таких отраслей, в том числе как туризм, как грузоперевозка, идущая через наш регион. Обычные автолюбители тоже успели оценить трассу М-11. Ведь теперь от Питера до Москвы можно домчаться всего за 5,5 часов со средней скоростью в 110 км в час. К услугам путешественников 16 пунктов взимания платы, 6 многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок, круглосуточно работающая служба аварийных комиссаров. Как автолюбитель я уже пользовался этой дорогой. Хочу вам сказать, что очень приятно прокатиться по этой дороге. Это сокращает время, это удобно, это замечательно, что позволяет нам более четко и более точно планировать свое время. Губернатор Игорь Руденя, который накануне открытия еще раз проинспектировал трассу, отметил огромное значение, которое новая магистраль имеет для развития туризма Верхней Волжи и не только. Сегодня мы видим, что движение осуществляется без каких-либо пробок, в достаточно хорошем скоростном режиме, очень высокое качество безопасности дорог, пешеходные переходы, которые сделаны в развязке в нескольких плоскостях. Хотел бы отметить, что наличие трассы М-11 и ее открытие позволило на качественно новый уровень высокий поднять развитие туризма, развитие внутренней инфраструктуры. Кроме того, М-11 задала новую планку для всей Тверской области, подчеркнул губернатор. «Мы начали ремонт и строительство своих региональных дорог, исходя из международных стандартов, которые заложены при строительстве трассы М-11», отметил Игорь Руденя. Продолжение следует...